Летайте самолетами Аэрофлота. Если раньше жителям Бурятии эту услугу предоставляла авиакомпания Владивосток Авиа, то сейчас Аэрофлот заходит к нам всерьез и надолго. Ранее оператором данного рейса являлась авиакомпания Владивосток Авиа. Они летали на воздушном судне Ту-204-300. Сегодня прилетел у нас Аэрофлот 320. С 16 ноября полеты будут осуществляться на воздушном судне Боинг-737. Аэрофлот летает в 187 стран мира. А это значит, что теперь жители Бурятии станут чаще путешествовать и встречаться с друзьями. Для нашего аэропорта это существенное повышение его статуса. Национальный перевозчик номер один Российской Федерации теперь и в Улан-Удэ. Это крайне важный факт для нас. И он способствует дальнейшему росту пассажиропотока и повышению престижности нашего аэропорта. Уже сейчас пассажиропоток из Бурятии бьет все рекорды. 270 тысяч человек в год. Следующая планка 300 тысяч. Хорошо зарекомендовали себя рейсы в Таиланд и Вьетнам. Значительно увеличилось количество пассажиров за счет перевозки льготников. Процент существенный я могу это сказать. Потому что больше 30% на каждом рейсе это льготники. Я хотел бы напомнить, что эта программа бессрочная. То есть она раньше была конкретно по каждому бюджетному году. Но с 2012 года она стала бессрочной. То есть каждый год с 1 апреля по 31 октября граждане Российской Федерации возраста до 23 лет, пенсионеры, женщины 55 и мужчины 60 лет и выше, предоставляется право полета по спецтарифу. Он в этом году составляет 6200. Но вот осенью, вы знаете, авиакомпании договорились и понизили базовую ставку этого тарифа до 1500 рублей. Как отметили работники аэропорта, сейчас одно из главных направлений – это восток страны. Для этого нужен 50-местный самолет с дальностью полета, хватающий до Хабаровска и Владивостока. Такими самолетами обладают наши соседи иркутяне, авиакомпании «Ир Айра» и «Ангара». С ними сейчас ведутся переговоры. Также идет работа с монгольской авиакомпанией «Хани Эйр». Рейсы будут совершаться на самолете «Фокер-50». Также остается перспективным маршрут до Пекина. Надежда Хлыстова, Алдар Домбаев, первая альтернативная.